Вторая карта, Альянс против Fighting Panda. На первый Альянс выиграли вообще без каких-либо проблем. Посмотрим, что будет на второй. Здесь уже Dyer решили воспользоваться одним из сигнатурных героев Envy. Спектр решили воспользоваться. Но вот насколько хорошо Envy простоит против Акса Виверны, пока не совсем понятно. Потому что линии-то очень агрессивные. Вчера вот мы смотрели, как играли Wind&Rain. Похожей страткой они играли, по-моему, Легионка плюс Виверна. И в Рейс Кинга они там просто уничтожили. Там была линия в Рейс Кинга плюс Crystal Maiden. Спектр, она на самом деле чуть более стойкая из-за дисперсии. И Вич Доктор, он наверняка там хилл вкачает на первом уровне. Но не уверен, что это поможет. Слушай, а если была тикера снова в DT Alliance? Так можно. Можно Сларка на самом деле. Сларк лучше будет. Вот против всех этих героев. Получается Магнус либо Тройка, либо Четверка. Сларк он ничего не делает. Плюс еще Ласт Пик будет у команды. Можно вообще Разора на легкую линию поставить и взять в мид какого-нибудь Тимбера. Вот, например, Тимбер здесь вообще ему просто пофиг абсолютно на всех. Тауэр дэмэджем не будет просто. Ой, да ладно. Нормально. Там настолько задавят сильно, что просто Тимбер руками 5 минут будет бить Т3 и разобьет. Ну, забанили. Ну, тут много вариантов у Альянса, как можно задрафтить. И тут Ласт Пиком влетает Клокверк. Чего? Ну, это пост-3 Клокверк, скорее всего. Ну, Сларк по-прежнему очень хорош. Тимбер, повторюсь, Тимберу никто ничего не делает в этом драфте. Никто и ничего. Вот. Можно взять его совершенно спокойно и на мид, и на легкую пасту. Можно на легкую просто Тимбера поставить, потому что вот Тимбер против Кунки типа очень хорош. Вот. Но я видел несколько матчапов, как Кунка, ну, то есть типа там первые 4-5 лвлов он стоит, а потом просто за вышку заходит в миде и более-менее нормально себя чувствует. Это с 6-го уровня начинает гангать. Вот. И Розору, наверное, покомфортнее будет против Кунки. То есть он может сильнее его уничтожить. Вот. А Тимбера поставить на легкую линию, там, Клокверк, Магнус, ему там... Его там вообще можно одного оставить и пойти триплой с Аксом без проблем. То есть я как... Ну, мне кажется, сейчас Альянс просто Тимбера пикнут и без шансов выигрывает. Это мнение эксперта услышал? Это мнение эксперта, да. Ну, честно говоря, Алхимик... Ну, тоже типа неплох. Почему нет? То есть его на линии Клокверк и Магнус вряд ли как-то уничтожат. Но можно же проще решение найти. Ну, ладно, решили Альянс с Алхимиком поиграть. Спасибо им, конечно, за столь хорошую игру Алхимик против Спектра. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Все-таки с Алхимиком можно и быстро выиграть. Не забываем, что герой может очень-очень рано вынести Родианца, а потом там блинк БКБ, и уже как бы против него бороться будет почти невозможно, если он хороший темп нарастит. Спасибо за анализ, господин Форс. Очень приятно было послушать. Спасибо нам. Так, ну, ничего решили не вытумывать Пандас. То есть, смотри, Альянс ведь забанили Лину, рассчитывая на то, что есть вариант, при котором ребят возьмут героя, против которого... против Розорова, чтобы можно было стоять. Но, как видите, Пандасы решили ничего не менять. Кунка идет на мид против бритвы. В общем, герой там как-то отстоит, но понятно, что Лимб один на один будет сильнее. Алхимику. Ну, посмотрим, что смогут переявить. Расчет на Энви. Надежда на Энви, на Спектру. Не самый популярный герой нынче. Ну, Пандасам нужно что-то делать, потому что у них не самый лучший результат, им нужно побеждать. Хотя бы одну карту еще забирать. У Олайн все просто великолепно. Должны забирать эту карту. Для того, чтобы себя гарантировать топ-2 точно. После групповой стадии. Получается, две игры подряд. Лимб играет на бритве. Предыдущая карта, как вы помните, была очень успешная. У Санкинга, кстати, предыдущая игра на Клокверке. Если верить в это статистики, тоже хорошая. 12-3-26, что-то такое. Наверное, в матчмейкинге. Ну, слушай, там ПДСики тоже разыгрываются. Там тоже стараться надо, да. Понимаю, понимаю. Ну и снова Альянс по старой схеме. Берут Разора, идут с ним на руны. Будут, видимо, руны отжимать. Это особенно важно в этой игре, потому что тут Алхимик играет. Если на предыдущей карте там была просто возможность ФБ сделать, если, например, рано стрелой попало, здесь надо именно руны забрать. Несколько Ферзблат сделать. Ферзблат это уже будет приятное дополнение, если получится. Так, стандартно, две фласки, две пачки танго. На линии будет стоять. С ним Виверна в позиции 4. Ханскин. Хороший, кстати, герой. Надо потестить Виверну на четверку. Что-то как-то у всех идет. И что он купил? Две танго, фласку, манго, кларити. Понятненько, понятненько. Ну, Витч Доктор ожидаемо должен прокачать сейчас вуд ресторейшн, чтобы как-то спектр помогать. Так, Клокер, кстати, стартует в топе. Батарейки. Маледик можно вписать. Вписать. Не, ну тут каску точно... О-о-о, ну что? Ну ты же линию проиграешь. В итоге ни Ферзблад не сделали, ни правильный скилл не вкачали. Как мне кажется. Хотя, может, там сейчас будет еще одна попытка с этими касками. Ну, руну поджать было бы неплохо. Каски в КД еще можно забрать. Как-то испугались, странно. Играя с Алхимиком, наверное, можно было за эту третью руну повоевать. Но там все равно 2-2 по рунам. То есть Алхимик это более-менее устраивает. Блок 1 в центре. Но тут нечего-то вардить. Вардов никаких у Рейзера на центре нет. Он перетягивается на бот, что ли? То есть не будет попытка сделать ФБ? Хорошо. Итак, Магнус с позиции 3. Магнус с позиции 3. Герой вроде бы не самый плохой. То есть он с хорошей четверкой. Тем более против Алхимика должен стоять хорошо. Вот. Так к тому же тут ему можно бафнуть Спектру. И можно бафнуть Кунку. То есть 2 героя вместо 1. Для того, чтобы их импавером обвешивать. И чтобы они много-много урона наносили. То есть теоретически есть неплохой потенциал у этого Магнуса. Пытался отпулить здесь Ханскин крипов. Я отпулил, собственно. Качал Арктик Берн на первом левеле. Интересно, правда, зачем. И ведет пачку ближе к вышке. А не за ТВРА. Сейчас будет просто, видимо, ломать линию. Так, а 33-й заходит, да, уже за вышку. Будет мешать качаться. Но Ханскин тут как-то... Ну, он просто поломает линию. То есть, может быть, его задача была именно нарушить баланс крипов, а не убить эту пачку. То есть, если бы он завел бы ее грамотно, да, там, по лестнице, между Т1 и Т2, он бы прям всю пачку бы мог убить. А так, тут 2 крипа выжило. Даже не 2, а 3. Или там рейнджоул заденайд можно и не особо вижу. Не, что самое главное, в Ханскин ни одного крипа не добил. Ну да, да. В общем, он как-то криво все сделал, не знаю, максимально. Ну, 33-й здесь чувствует себя уверенно, может выйти сейчас, поджечь крип вейв или что. Но он от жадности хотел дофармить весь кем-то. Ну так он же не успел... Ну, тем более, тебе не обязательно смотреть линию. По таймингам понятно. Ну, конечно, значит, он должен стоять сейчас против этого. Этот вейв уже выпускать нельзя, аначе он 2 волны потеряет уже. На самом-то деле линия-то у них сильная. Не знаю, они вот так за вышку прям зашли, с первой немножко подкачались. Но вот с третьего левела стоять-то здесь можно. В итоге Фата делает First Blood боссе на Клокерке. Это, кстати говоря, на линии с Алхимиком. First Blood, если что, каким-то там образом, непонятно, в Acid Spray, что ли, там, стоял... Вообще непонятно. Да, у Джекера и Рикен остается. И сейчас восстановит себе ману. И Алхимика просто идеальный пока фарм. Ну, такое себе начало, скажу я вам. Так, снейкинг. Ого. Ну, хорошо. Решил сюда переместиться. Тут, в принципе, Акс на самом-то деле готов. Готов умирать. Батарейки пошли. Маледикт работает. Еще один тик будет. И 33-й погибнет. 33-й погибнет. Ханскин отсюда должен улетать. Бласт, может, еще будет откинуться, если что, вдруг. И... Ханскин должен улететь. Есть там ракетка, конечно. Интересно, что ракетка, не Коги какие-то. И... Ханскин... Подходит. Акс. Баттлхангер есть. Все в порядке. Да, ракетка... Странное решение на Клокверке. Ну, он бы сейчас закрыл бы Когом, и он бы убивал бы, скорее всего. Ну, да. А он прокачал ракетку прям сразу, уровень 2 после фрага получил. Там ее апали, что ли, как-то? Ну, в Казиаполе только это тут давно, да. Да, да. Он прокоги, например, есть он пока что-то. Отталкивание увеличено. 15. Снова Маледикт, снова пытается Акса пробить. Здесь... Ну, в этот раз спалют Ауи. Ауи горит, Дуалбриз работает, и Вичдоктор. Ну, да. Спектр дает фармить, и Спектр-то на самом деле фармит. То есть это главное, что нужно сделать. Просто в боте особо Алхимику не помешает. То есть даже если ты сюда придешь с Клокверком, и вместе с Магнусом будешь стоять, я не уверен, что... Ну, не добьет Алхимик каких-нибудь 4-х крипов из 3-х пачек. Ну, разве это того будет стоить? Лучше, чтобы Спектр тоже была на фул-фли-фарме. И как-то потом эти герои будут там друг с другом бороться. Тем более не стоит забывать, что у Спектра есть... Опа, а саппорты куда ж ушли-то? Саппорты, да, не должны были уходить сейчас. Тут сейчас Спектры быстро... Такое перемещение Вичдоктора вниз, посмотреть. Ну, типа да. И, собственно, ни к чему это не приведет. Так, невидимость есть. Татиклинкнул. Слушай, похоже, что это фраг должен быть. А, так Огов же нет. Х-марка. Ну, ладно, ладно, ладно. Ракетка. Окей, окей. Тогда ладно. Спектр в итоге пока стоит на крипов, просто смотрит даггером, пытается их добивать. Но даггером так добивать крипов вечно не получится без Соларинга. Пока я Оэнви еще не успел нафармить. Да. Ну, ладно. Снейкинг, в общем, хорошо переместился. Хорошо руну ребята под контролем. Невидимость нашел Брайл. И просто дождался Клока. Все, все грамотно. Баунти руны. Баунти руны. Ооо, да ладно, да ладно. Четыре? Нет, одного уже забрали Альянс. И три в итоге для... Ну, как-то вот справа части карты просто никого нет. Алхимик переместился сюда, на топ. И снизу оказался акс, и неудачные тайминги ребята выбрали. И как-то вот получилось, что ничего не проконтролили толком. Снейкинг, заметили его в спине. Должно быть сильное замедление, но он правда с ботинком очень быстро. Алхимик там куда-то бежит. Но все это бесполезно. Надо возвращаться на линию. Ну, спектр становится еще тяжелее. Тут оказывается реально трипла. Это алхимик, который спреем плюется. До пятой минуты Янви что-то фармил. Сейчас мы уже никак крипов тут не подсобрать. Это правда. Против триплы что-то слишком трудно. И вот куда идти-то тоже непонятно. Лес особо фармить на спектре. Талончик и в лес. Лес особо фармить не получится. Надо хотя бы пятый уровень. Ну, желательно вообще седьмой, чтобы нож был четвертый. И с Ол Рингом этим ножом можно кое-как там фарм с нейтральных крипов собирать. Но сейчас конкретно Янви особо ничего не придумать. Ну, можно в бот просто переместиться, попытаться как-то. Опа, на центре какого-очего героев оказывается. Чеки Райс, пасца нет. Долбриз 2 и Ликвид Файер. В 2. Это может быть проблема сейчас. Лимпа со всех сторон должен закрывать. Батарейки в 2 когов нет. Но Лимп там под Маледиктом. Нажимает фаррифайер. Но слишком много урона от Маледикта будет. Снайкинга в итоге убьют в размен на своего мидера. Ауи уходит. И как-то надо по Вижену здесь поработать. Потому что пока отсутствие просто Вижена для Резора позволяет раз за разом на него выходить и убивать. Уже вторая смерть в полюсовом матчапе у Резора, да? Получается. Но это происходит только из-за того, что Клок вот выходит. Как ты верно отметил, Вижен не помешает. Это правда. Поставили вард, но сделали на варде противника. Поэтому сейчас, скорее всего, для Кунки приедет какой-то сентри. Он спокойно уберет. Или там придет в ВД с сентрами. Короче, это такой вард недолговечный. Недолговечный. И очень много Вижена. Посмотрите, вард, который потенциально лес видит. Алхимик будет перемещаться. В общем, да. Лимпа, как я вот и говорю, что вроде, да. Бритва классная. Но вот Кунка один из немногих милишников, который реально круто справляется. Ну, из которого Метти милишники, который круто справляется с Резором. Тридцать третий. Агр по двоим хорошо. Но вот что делать дальше. Снэйкинг. Больно. Снэйкинг живет. Орехи летели. Кудр Хеликс работал. Но три героя тут. Ничего Лайнс не смогли придумать. Ну, ладно. Пока такое вот начало. Единственное, такой весомый плюш, что Алхимик очень много поармит. 47 крипов. Высокий уровень. Появляется шестой. Ну, и вот так вот под тавером Ника Бэби стоит. Кайфует. Правда, в эти моменты Энви что-то добивает. Ника Бэби пока без колбы. Энви просто прогоняет райт-кликом и спреем. Ну, под тавером Ника Бэби одного крипа заберет. Второго заберет. Нормально. Нормально работает. Вич-доктор выходит с сентри вардами. Ну, этот раз, конечно, Линк уже видит. Пока этот вард не убрали. Ну, и вот Фата тоже почистил варды. Частично. Посмотрите, посмотрите, просто два варда стоят, которые вот путь стоят еще долго. Два. Жесть. Контроль на Рейзера максимальный. Икс Марк. Выходит Джокеру. Как же не хватает Айс Пасса хотя бы в единичку. Вот этот Ликвид Фаер 2. Не знаю, насколько этот Ликвид Фаер 2 вообще нужен. Снекинга убьют. Ну, в итоге все складывается удачно. Саппортов поубивали. Была очень опасная ситуация. Развод чуть не погиб. У него там 100 хп осталось. Что, кстати, по шрайнам? Шрайн есть. Шрайн есть, боти. Все. Сейчас он его активирует. Ну, что это за варды? Что это за мемы? Ну, варды, да. Чересчур такие. То есть, их, по сути, можно чуть ли не одной сентрёй вообще раздевардить, если ее правильно поставить. Вот, наверняка, игроки Альянс не подозревают, что тут настолько много вижена. Но должен будет Фата купить там 4-5 сентрей, пробежаться и там потыкать хотя бы в какие-то, знаешь, рандомные места, если он не уверен, что... Ну, Вичдоктор в каких-то конкретных точках завардил, потому что, очевидно, когда ты играешь с алхимиком, враг хочет захватывать твой лист, он хочет атаковать тебя, он хочет иметь вижен, чтобы контролить алхимика. Так, тут атака очередная на Акса. Кстати, связка-то Вичдоктор-Клокер работает исправно. Смотри уже, который раз. То есть тут 33-го правда не убьют. Ну, сейчас, мне кажется, саппорты тут просто будут зарезаны. Все подряд одного зарезали, Снэйкинг также умрёт. И, сорян. Забавно. А как так получилось, что у него Коги были в КД? Так, а они есть вообще? Да, он только что их поставил. Или он только что 4-й получил. Я что-то не понял. Не, не, Коги в кулдауне, но на 4-м только Коги появились, это 100%. Нет, это понятно, это понятно. Так, в топе ещё нападает на Спектр. Спектр 8-й уровень, не КБ и Б7-й. И Алхимик может себе позволить такой размен по ресурсам, потому что он-то здоровье восстанавливает быстро, а вот Спектра нет. Алхимик увидел телепорта саппортов, просто уходит отсюда, бросает Ханскина. Ханскин пишет на себя Cold Embrace для того, чтобы выиграть немножечко времени. Тянет, тянет, но в конце концов всё равно умирает. Стаки делаются, баунти руны, вот раз-два-два будет. Нет ли варианта, вот как ты думаешь, когда ты играешь против Алхимика, просто пытаться эти спауны большие блочить, вот такие самые популярные по фарму, просто ставить центри. Деньги тоже требуются на этот, плюс центрейс, только не напасёшься. Ну это можно сделать, но просто всё равно это контрит, ну что, пришёл враг, задеварил, ну и всё. Ну понятно, но там всё равно два кэмпа, например, не было зафармлено, и ты, ну, какие-то деньги реально у Алхимика воруешь серьёзные. То есть два кэмпа не зафармятся, это реально ж много денег Алхимик теряет. Ну, тут видишь, какая ситуация, во-первых, нет никаких гарантий, что он эти кэмпы, а если он пойдёт, например, в треугольник фармить. Это, мне кажется, намного правильнее контролить, вот именно приходить сюда и либо забирать эти стаки, либо Алхимика пытаться убивать, вот, хорошими героями. Просто сейчас немножко дайр отвлеклись, они в другом. Ну тут ещё такой ворот уникальный, а он на самом-то деле вот этот лес и не видит, да, то есть так интересно. Он поставлен, чтобы тут за вышкой просто играть, типа видеть какие-то перетяжки, да, Алхимика в итоге не получается. Там какой-то вообще дикий совершенно размен, задайвил Разор за Магнусом, убил его, но сюда перетянулись Кунг, Клокер и Вичдоктор, забрали его в ответ. В итоге размен второй позиции на позицию 3. Судя по всему, Альянс это вполне устраивает, потому что они-то играют с Алхимиком, то есть они-то в любом случае хотят качаться. Вот, но не стоит забывать, что и Спектра тоже фармят. Тут вообще на месте дайр можно купить какой-то быстрый спиритвесель. Вот, как вчера Сумаил играл на Кунге, он покупал Радианс, да, то есть он сначала купил урну, потом купил Радианс. Вот вопрос, зачем он эту урну купил? Он ее, ну, в Весель не загрейдил, особо ничего не сделал, там был еще и диспейл соперника, который эту урну диспейлил. Вот, а в этой игре как раз вот быстрый спиритвесель для того, чтобы опять-таки пространство создать для Спектра. Спектр какой-нибудь может Диффуз Манту купить, как вариант, вот, но решил все-таки Энви, что под Эмпауэром он сможет достаточно быстро Радианс выфармить. Его право. Но на Кунге точно спиритвесель хорошо будет смотреться, потому что, смотри, там и Виверна, и Акс, и Алхимик, да и Разору тоже неприятно. Так что, да, тут надо бы подобный артефакт приобрести Кунге. У него пока с денежками все в порядке, 5500 у него, он вообще первая строчка по Нетворцу, не считая Алхимика. Да, Алхимика, Алхимика не стоит как-то вот оценивать по каким-то общим канонам, да, что он там, о, там, Алхимик, самый большой Нетворц на карте. Такой герой, он так просто фармит. Но дальше ему в спину дышит Кунга, собственно, Магнус и Спектра. Силы света укрепились... Родиан здесь действительно очень быстро, ему особо никто не мешал, стаки Алхимик фармил, сейчас надо играть агрессивно этому Алхимику. Ждем какой-то блинг следующим слотом, прокачка колбы, понятно, да, и... Ну, блинг или БКБ, да, если там быстрого весили не появится, то можно и блинг купить. Вот как раз на этом варде сейчас ловят Фату, он успевает противарить. О, Витрискерс хороший, еще и Спектр принимает, 33-й! Ой, как больно-то, может быть, не хватает немножко здесь контроля, Фата прилетает, залетает Макропира, Энви. Хаунд нажимать пока не хочет, пытается просто из драки уйти, получает удаст Ликвидфайра, еще один Айспас добивает Спектру. Одного боепака Джакиро хватает, погоня продолжается, Виверна. Закидывает Бласт, Ауи тут ломает еще и Варды по дороге, каски летают классные. Но больше ничего не получится придумать, третий ультимейт. Это позволяет ускориться, проложить погоню, например, за Брайлом. Брайла могут найти, Брайла находят! И не хватает Колбы, не хватает Колбы. Но есть Баттлхангер Брайл под замедлением, нет корабля, работает эффект Рейденса. Коги отталкивают подальше Акса, и этого хватило. Алхимик подфармливает Коги параллельно. И один байбэк позволил сделать убийство на Спектре, что самое главное. Алхимику очень не хватало сейчас Колбы, которая появляется только сейчас. Так бы, конечно, намного больше могло быть убийств. Магнус РП дать не может, понятно, тяжело подойти. Скивер первый, Блинкдайгер. Даже с Блинкдайгером будет проблематично, там всегда Алхимик будет мешать. Активируем Смоук от команды Alliance. Смоук такой, просто, не знаю, Варды расставить, не более. Никаких передвижений, понятно, но убийства не будет. Снизу, правда, видит Снэйкинга. Снэйкинг. Будет Бласт, и главное по постякам. Но уже поздно, уже поздно, мне кажется, надо... Хотя столько крипов. Столько крипов. Ну, крутись! 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 Не везет. В 33-м очень много целей. Дезвард, Фрейзера, Колденбрейс, Маледикт. Не знаю, не Шаквейв. Шаквейв, Шаквейв. Пытается разменяться. Плазмофилд уже с Могилы долетает. Залетает в Интерскерс по Магнусу. Кунка бьет. Айс пас. Ну, слушай, саппорты, конечно, работают. Красавчики. РП есть от Муна. Ну, я особо не хайплю, потому что... Ну, что тут хайпить. Очень хаотичная игра. Брайл в итоге... Погоди, он Армлет купил? Что это у него на руке? Да, это Армлет. То есть он реально Армлет купил, а не Спирит Вес или Быстрый? А Спирит Вес Локлока, поэтому... А, о, нифига. Он там, кстати, перетоглил Армлет и видел грамотно. Прямо под горелкой, да. Ну, там горелка с другой стороны... Первая. Да, первая. На одной стороне. Так, что там у нас слетает Спектр? Или Спектр пытается улететь? Немножко, еще прямо совсем чуть-чуть. И как раз-таки, ребят, через минут пять прям будет пик силы, когда Айлайнсам нужно будет душить. Альянс должны в этот момент просто максимально агрессивно действовать, забирать все внешние вышки, захватывать лес, все вардить. Может быть, даже Рошана в какой-то момент можно попытаться забрать снейкинг. Ставит хорошие коги. Не может телепорт нажать, понимаешь, что проблема. Не может, да, нажать телепорт. И сгорает просто в макропире. Фата в этих когах. Ну, Фата, Фата молодец. Фата на пятой позиции пока. Команде Айлайнс очень радует. Когда были слухи, что он на пятую позицию переходит, многие, типа, удивлялись. Типа, как Фата на пятерке? Ну, нормально. Так, мне кажется, эта позиция как раз для него создана. Вспомни, как он играл на миде. Он же всегда играл такими либо утилити героями. Типа, там, Разор у него, там, вот, Квапа. И при этом он реально же отыгрывал, ну... Ну, тут вспомни, хоть раз было такое, чтобы Фата вот прям взял и выиграл в салат мид, стал плеймейкером и вот реально протащил свою команду. Такого же почти никогда не было. Он все время, ну, либо 50 на 50 стоит, либо, там, больше даже подпроигрывает мид, а команда, там, его где-то подтаскивает потом. Он же долгое время в Нипах играл, да? Вот, а там как раз такая ситуация была регулярно. Там Нипы выигрывали либо на овердрафте, либо когда, вот, Фата 50 на 50 каким-нибудь Разором там в миде матча подстоит, и сайд-линии тоже хорошо у Нипов себя как-то проявит, и тогда победа. А такого, как, например, у Virtus.pro, когда, там, NoOne выходит каким-нибудь Ember Spirit, там, и просто, или Storm, и просто с Соли, там, 20-0-15 какой-нибудь, такого Фата никогда не было. И видно, что игрок в микро, ну, не самый сильный, но в доте-то что-то понимает, и вот, пожалуйста, на пятерке нашел себе место. Как мне кажется, это весьма закономерно было. Хорошо! А Новый Интерскерс. Там все равно Каскета летает, Маледикта работает, Джакиро погибает параллельно от Брайла, после байбека не будет его целую минуту. Мун спасается, счет РП приходит Ника Бэби и начинает этот алхимик разать. Ну, легкие фраги для Ника Бэби здесь, конечно, уже слабенькие игроки пант, они тут не могут сопротивляться. Вообще, экшена очень много на карте. То есть, вроде бы, Спектр против алхимика. Все вроде бы как хотят пофармить, но алхимик забрал радианс и тут же начинает реализовывать свое преимущество. Ну, а Спектр, как команда для Спектра, спа и старается делать. Энви сам не особо принимает участие в тимфайтах. 0-1-6 у него статистика. Он там где-то хаунты подпрожимал, где-то пару кинжалов кинул, ассисты получил, но в целом его особо пока не видно. Снекинг пытается уйти телепортом, сбить эту телепортацию Ника Бэйби не может. У него нет стана. Но оставляет его в покое, в конце концов. Кираса появится буквально через пару минут. Учитывая, сколько тут алхимик много сейчас кемпов профармит. Так, у нас там 33-й. Ну, глубоко заходит. Мун, Шрайн активирует. 33-й идет дальше. И... Похоже, это не все, потому что тут смоук. Смотрите, иллюзии для алхимика появляются. Атака продолжается. Снекинг. Его вроде как не заметили. 33-й. Тяжело ворваться без Блиндагера. Энви просто получает Винтерс Кёрс. Нужна помощь. Должны быть какие-то каски. Каски будут слишком поздно. Успевать. 33-й дать агр. Спектра. Хаунд есть. Но лететь тут непонятно куда, да? И не успеет. Да некуда. Вся команда в одной точке, поэтому куда бы ты ни прилетел, тебя добьют. И спас еще и на ВД. Так много хп. Ну, это должно происходить. То есть, алайнцы обязаны играть вот так сейчас. Потому что если сейчас они с этим алхимиком с быстрым Блокенбаром будут так, то будет странно. Это закономерно. Алхимик — это герой, который не должен фармить радианс БКБ и потом еще 20 минут 6 слотов фармить. Это уже не 2015 год, да? Здесь уже люди понимают, что как бы радианс на алхимике — это предмет, который дает очень много урона, очень много стойкости, потому что миссы постоянно там прокуют эти 17-процентные. Это вроде, ну, такой небольшой шанс, но драка затяжная. Алхимик долго живет, он дамажит медленно, и драка затяжная. И если ты там, допустим, 20 тысячек дал по этому алхимику, он там 5 из них задоджил, так это уже довольно неплохо, да? И тут же идут его реализовывать. Дайром неплохо было бы вот как-то заряды. А, ну Весель тут уже не так актуален, я так понимаю, уже БКБ есть у Ника Бэйби. Весель боился, но очень поздно. Два заряда есть, но особо его используют. Вот поэтому, мне кажется, Спирит Весель лучше на Кунке было бы приобретать. Такой ранний. Будут Ханскина пытаться убивать. Есть Винтерский Орс, не все так однозначно. Не все так однозначно. Я, честно говоря, за игру еще ни одного хокшота не увидел, только что увидел. Вот в крипов. Лучше б не видел. Я, честно говоря, вообще не понял, почему Кунка не вышел первый, не дал вот Эксмарку торрент корабль. Он же мог это сделать. У него же Эксмарка уже должна быть подкачана, то есть там радиус должен быть большой. Ну, а так Снейкинг просто сгорает в Макропире. Опа, сюда еще один. Не успеет, скорее всего, забрать ускорение, если заберет Юл. Так что остановит его быстро. Ну, если все будет идти по плану, и Лайз через минуту 7-8 могут игру закончить. Но у нас спектра. Сакрит. Магнусом павора кидает. Кунка БКБ. Так, что-то по колбе. Слышу, слышу звук колбы. Слышу, как заваривает Ника Бэби. Убивает Мун Миндера. И некогда деваться, нет маны. Скивера тоже нет. И Радианс делает свою задачу. Минус Ника. Ника Бэби не минус. Ника Бэби ПК1 плюс. 4.03. Погибает Мун. 10к перевес. Все это преимущество, если вы посмотрите на Нетворс в одном алхимике. И Радианс уже есть. Уже есть. Надо только купить и привести. Атака на Кунку. Кунка байт на БКБ. Нажимает, но получает агро неудачный тайминг. И в итоге баф корабля есть. Кунку бить будет непросто. Хотя давайте смотреть. Винтер Сферс. Рейдинс в спектре появляется. Интересный момент, что сейчас будет происходить. Магнуса нет. Тяжело драться 4х5. Тем более тут нет позиции. У врага Вижен на хайграунде. Это если что-то один стоит. Кстати. Да. Да-да-да-да-да. То есть тут вообще прям... Очень нагло давит Альянс. Но они понимают, что соперник ничего не может сделать. Да, есть Пайп у Акса. Сейчас вот после этой башнищей купит блинк. Ох, блестяще будет, конечно. Врываться даже в ту же спектру. Убивать ее быстро. Кунку бить быстро не получается. Спектр, я думаю, попроще будет. 1400 хп. Можно в сяпиков тоже врываться. Ну, в сяпике-то да. Ну, в сяпике там алхимик может разбираться. Но мы будем смотреть, в общем. Да, вот он блинк. Купи блинк. Ты что? Ты что? Все. Супер. Есть блинк. Смоук от фп. Спектра уровень 14. Тут у нас алхимик гуляет. На алхимика нападать не хочется. Алхимик купил блокенбар, пока он не потребовался. Ну, кто же знал. Кто же знал, что особо алхимику тут даже не пытались перебить. Я как-то и в джи-доктор всегда находил каски Маледикт. Не на алхимика, а на кого-то другого. 2200. Появляется Кераса. 33-й. Такой какой-то легкий выход от снейкингов был. Но недолго он длился. Что по форстафам у Альнс? Сами понимаете, что форстаф здесь такая прям важная штука. Ну, вот будет глимер у Виверны. Линза там глимер. А, наверное, у Джакира. Да, у Джакира у Форстафа. Ну, все. Одного форстафа, в принципе, со скрипом будет хватать. Чтобы спасаться самому. Чтобы спасать, там, Акса. Какого-то. С алхимиком все проще. Потому что он БКБ нажмет. Просто Когер и забьет. Падает Рошан. Падает Рошан. После этого Рошана пройдет где-то минутку. У Лимпа появится также блокенбар. Но ФП бездействует. ФП бездействует. Никакой реакции. Ракетка Вижен дала. Да, толку. Там, смотрю, встреча интересная происходит. Вичдоктор находит 33-го. Спектр нажимает Хаунд. Окей. Ну, и Клокер здесь принимает статиклингом. 33-й добивает Ауи. Снейкинг здесь также убьет. Пытались. Они как-то сыграть очень агрессивно. Ворваться в Рошпит через Хаунд. Там через Хукшот забрать Аегис. Но не получилось сделать. Ни то, ни другое. Ни Вичдоктор еще погиб. И заход на Хайграунд. Собственно, почему-почему бы и нет. Алхимик. Колбы заварил. Ворвался в Муна. Мун на Скивере ушел. Теперь на Скивере ворваться как ТРП дать не получится. Ближайшие 16 секунд. Николай получает Хмарк Торрент. Ничего страшного. Аегис за Алхимиком. И падает Т3. Ультимейт все еще работает. Можно побить немножко Казарму. Клока нет 10 секунд. Спектр без Хаунта. Линия практически упала. Немножко остается. Неужели оставят Казарму. Хмарк на Ника Бэби. Ультимейта нет 25 секунд. Выходит Мун. Возможно, будет попадать Скивер. Клокный Брейс. Очень легко сейчас Алхимика затащить за Т4. Но Магрус выйти пока не может. Может быть, немножко боится. Фукшот от Снэйкинга. На Форстафе сразу же Алхимика отталкивает подальше. Работают спирт БСЛ. Иксмарк. Маледикт. Очень много всего нажали. Треть-третье ворвался под Дезвар. Дезвар заканчивается. Добивает Снэйкинга с помощью ультимейта Акс. Появляется Алхимик. Фулл ХП. Фулл Ман. И, что самое главное, появляется снова ультимейт. И Казарма на центре упадет. Тут уже ничего не сделаешь. Минус мид. И можно уйти. Так, ну, теоретически, можно, конечно, еще немножко подождать и дофармить другие артефакты, которые, там, Альянс себе планирует, там, например, Абисфл Блейд на Алхимике, Разора что-то там добрать, что ему нужно. Ну, вот он, собственно, БКБ купил. Следующий артефакт у него достаточно долго. Я думаю, ничего, Альянс не будет ожидать. Фор просто сейчас перегруппируются, да. Перегруппируются, подождут. Надо заканчивать игру в ближайшие 2-3 минуты. Баунтируны. 33-й. 33-й. Хорошая позиция. 33-й. Будет ли прыгать на Энви? Пока нет. Пока прощают. Там врыв на Рейзера идет. Есть РП. Блокенбар на реакцию. Урона очень мало. Врывается 33-й. Винтерскерс уже пошел. Будет сейчас агро по двоим. Даже по троим потенциально. Агро по троим. Алхимик начинает резать. Энви. 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 Энви очень больно. Энви погибает. Энви погиб. Ставится Дезвард. Получает немножко урона Джокера. Ничего критичного. 33-й. Укупается Энви. Возвращается в драку с помощью хаунта. Добивают как минимум Акс Веберна также в таверне. Фата нажимает телепорт и босс бивает. Где Алхимик? Алхимик делает телепорт. И за счет Байбека минус 3 оформляют. ФП. И Лим здесь похоже также погибнет. Да. Забирает Лим баунтируну. Но отправляется в таверну. Минус 4. За счет Байбека Энви ребята смогли немножко огрызнуться. И драку перевернуть в свою пользу. 1000 золота для бичдоктора. Правда. Такое себе. Да. В минусе и магнус спектр. И в плюсе кунга тоже. На 1000. 3300 после этой драки. Ну хорошая. Хорошая драка получилась. Баунтируна 2-2. Алхимик готов нападать. Оп. О. Никобэби все прочитал. Получилось. Да. Немножко тут у кунги спастись. Ну. Кунга просто фармил. Иксмарком аккуратненько играл. Но Никобэби это прочитал. Увидел передвижение. Иксмарка. Красиво сыграно. Реально. Четенько. Четенько. 22. Вот он Эбисал. Здрасте. А и фактически 6 лотов у кунги. Да. Эбисал. Кираса. Манга. Чтобы ману немножечко подвосстановить. Дабул. Дэмэдж еще находит Никобэби. Можно прямо идти заканчивать. Ну. Там больше вебоку спектра тем более не будет. Такой приятный момент. 33-й врыв. На Магнуса. Магнус кивер через секунду. Алхимик под ДД. Будет Эбисал. Надо будет. По таймингам хорошо дать. Да. Ой. 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 Хорошо. Хукшот был. Мунули ходит. Но батл хангер. Все равно должен погибнуть. Там огромный хапориген. Нет. Не успеваю. Да. Хапориген там реально. 22.6. Ну и плюс от магического урона Пэб защищает. Эта горелка почти не дамажит. Ау. Я на топе. Толкает линию. Ну. Герои с байбэками. Не страшно. Кунгка укупаться не будет. Байбэк понадобится чуть попозже. Кларити активирует. На Алхимик. Да. Сейчас конечно с маной постоянно проблемы. Постоянно ее не хватает. Поэтому неплохо было бы, чтобы кто-то Арканы в команде купил. Фат очень любит Арканы на Джакиро. Но у него здесь игра просто с нулевой немножко не пошла. Ну как. Его много убивали. Он очень много пространства пытался создать для Алхимика. И в результате этого особо ничего не подфармливал. Вот на предыдущей карте он играл на Джакиросе. Там у него все было хорошо. Да. Там он быстро Арканы купил. А здесь ему потребовались немножко другие слоты. И сейчас уже у него Транкилл Тапки. Все-таки их не хочется продавать. Ради Аркан. Хорошо линию толкнули ПП. Посмотри, снизу там поработал Энви. На топе Вич Доктор вышел. В итоге крипы только по центру идут. Первый Аганим намечается. Наверное, я бы сделал ставку на Рейзора. Именно для того, чтобы игру закончить. Ну да, это логично. Какого-то другое. Акса выбрать. У Акса Аганим не такой уж и крутой. В такой ситуации, как мне кажется. Виверна тоже не здесь, да. Виверна, Джакиро тоже не нужны Аганимы. Да, то есть, ну, Разору прям идеально. Для того, чтобы игра должна закончиться, нужно забирать строение. Появится больше дэмэджа по башням, по трону. То, что надо прям. Просто Аганим прям совсем скоро появится. Хотя Ник и Бэби может играть и от Байбека. Не то, что прямо Аганим. Мастхэв. Так, атака на Снэйкинга. Эбисал. Выходит Магнус. Винтерскерс. Магнус. Оказывается, уже по действиям Винтерскерса, поэтому возвращается назад. Алхимик нажимает Блокенбар. Есть РП. Корабль залетает в героев под БКБ. Но два Блокенбара потрачены. Убьют лишь Муна. Спектра с Хаунтом. Посмотрим, что там по таймингам Хаунта. Баш по Магнусу прошел. Выкупается Магнус. Ник и Бэби больно. Ник и Бэби. На самом деле опасно. Там Спирит Весел. Хакшот. Могут убить Алхимика. Голден Брейс. Ник и Бэби. Регенится. Регенится серьезно. Ник и Бэби в игре. Спирит Весел больше не работает. Залетает Торрент. Маледикт очень сильно тикает. Алхимик погибнет. Два байбэка. Алхимик без байбэка. Алхимик, видимо, что-то купил. Нет, просто у него слишком дорогой байбэк. Только сейчас он натикал. Только что ставится пауза. Алхимика появляется. Байбэк. Ну, вряд ли он будет выкупаться. Ну, ему не хватит на травола даже. Да, здесь драка завершена. Погибает Акс. За счет двух байбэков. Ребята очень классно заставили нажать и разоры. Алхимика БКБ. И вот как-то без БКБ Алхимика оказался под Спирит Веселом, под Маледиктом крайне уязвим. Так, у нас сливает Фата. Ну, ладно. Эта игра казалась, что вот она все уже закончена. Но ФП огрызаются. Спектр набирает предметы. Яша, Рэден. И у Кунки. У Кунки, что самое главное, 4600. Там тоже Кираса уже прям вот-вот появится. Клок сейчас свой Спирит Весел зарядит. Заряды все в драке закончились. Мне придется пока, да, с Аганимом повременить, пофармить. Потому что нужен еще понятный байбэк. Ну, поговори со мной, Форрес. Ну, что ты молчишь? Да, пауза, собственно. Спасибо. Что тут рассказывать? Во время паузы можно поговорить о наших генеральных партнерах, если тебе это интересует. Смотри, во-первых, Mercedes-Benz — это раз генеральный партнер нашей трансляции. Ну, а Parimatch — это просто партнер нашей трансляции, получается. Потому что генеральный партнер может быть только один, насколько я знаю. И еще, конечно же, KFC тоже предоставляет купон, по которому можно заказать очень-очень много всяких вкусностей. Вот у нас периодически рекламка крутится, там этот купон, собственно, отображается. Можете посмотреть, во время рекламной паузы записать. И пока мы ждем следующую катку, быстренько сгонять в KFC, заказать себе там крылышек, адреналин раши, и все это причмокивая поглощать, пока вы смотрите доту. Под великолепные наши комментарии, ну, или под комментарии наших коллег на первом стриме. Так что не забывайте. Не забывайте, да. Жестко. Отдыхаешь, смотри, да. Отдыхая, да. Я решил немножко отдохнуть. Так, ну ждем, ладно. Лагает. Вроде ребята все играют в одной точке. Значит, возможно, лагает не только у Фаты. Да, конечно, разница Нетворса, Алхимика и Кунки просто чудовищная. Смотри, что уже 28 тысяч, там 13 800, еле-еле тащится Кунка. Надо какой-то вот Лотус, Форстаф, что-то такое купить. Этого очень сильно не хватает. Потому что вот Алхимика сейчас вроде бы как подсейвили Колд Эмбрейсом, но там все равно на него так навалились. Торрент, там Коги, батарейки, все это работает. Нужны Форстаф и Лотусы для того, чтобы его спасать из таких ситуаций неприятно. Кажется, вот готова команда, возобновляется игра. Приземляется Акс, Аксу тоже должно достаться. Баунти руны, 40 секунд. Не успевает на них ни Акс, ни Алхимик. Соответственно, ФП могут законтролить, попытаться внутри уж точно. Надо бы, да, Брайл ресурсы восстановить, нет маны. Быстренький Абуз, Кларитосики, карманчики. Назад на линию. Эдви уже достаточно боевой. Яша, Радик, 19 уровень, там на 20-м талант на здоровье еще можно взять, чтобы дисперсия больше отдавала урон. Ну, опять-таки, стойкость дополнительная. Для спектра любые вообще статы на здоровье, таланты, это всегда приветствуется, потому что у нее есть такой прекрасный скилл, как дисперсия. Баунти руны, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо, да как? Вот это ребята пошли, ребята забрали, в итоге. Могли спокойно забрать три баунти руны. Пошли за четвертый. Ну, куда ж вы лезете-то? Жаднич. Три руны, фри ваш. Нет, пошли за четвертый, не забрали. Не, ну, видишь, как они мыслили. Мол, нет Алхимика, Алхимик в любом случае сюда не придет, но полезли без ресурсов, плюс еще на хайграунд, где нет вижна, просто получили все кнопки, погибли, и в итоге спектра не будет целых 70 секунд. Кунки не будет 60, за это время можно вообще без проблем спушить топ. Тут уже Либ толкнул линию, прекрасно, сейчас Алхимик сюда переместится, и кажется, это именно старая линия. Ну, слушай, вторая линия, да, и при этом весел. Да вообще, может быть, даже третья, может быть, даже, а, там Т2, а, это Вар такой, окей, мне просто отсюда не особо хорошо видно. Там нет Т2 вышки, то есть можно сломать и эту линию, и на бот еще переместиться. Почему нет? Да, 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 урона много. Времени еще больше, Кунка выкупаться придется. Как вот только пойдут на третью линию, тут вопрос, дилемма, что делать. И, скорее всего, Кунка будет выкупаться. Там Глиф нажимут, скорее всего. 6 секунд всего лишь выиграет. Ну, такой. Глиф, по-моему, 5 секунд. Нет, 6. Серьезно? Да. Ну, давай проверим. Давай, давай поспорим. Подведи. На крылышке KFC. А там написано, думаешь? Тут не написано. Я точно знаю, что 6 просто, понимаешь? Ну, я прогуглю сейчас. Мы в одном из патчей где-то года 2 назад увеличили. Типа увеличили, да? И с 5 до 6, да. Ну, я сейчас проверю. Давай, давай, давай. Давай, давай. Будешь потом извиняться. А Кунка в итоге не выкупается. Глифа хватило. Нам было, как только Глиф было использована, надо было считать. Прям вместе с тобой. Так тебе надо было подвести и альт-лифт-клик нажать. Хочешь, я так нажму? Не, нажимается. Ладно, гугли. Гугли. Почему у меня есть это знание, а все равно нет твоего ММРа? Потому что не сильно помогает. Да, в этом проблема. Так, у нас тут атака от Клока была. Правда, как-то так оказалось, что Клок напал совершенно один. Тут вообще никого нет. Очень странно. Если ты говоришь, что 6, скорее всего 6, просто мне надо убедиться в этом. Ну, проверяй, проверяй. Тут драка пока идет. Возможно, финальная в этой игре. Акс, Маледик, Дезвард. Больно выходит, Лимпа, ау, и пытается просто рет-клик ему бить. Лимпа больно-то, на самом деле. Но все-таки добили. Добили Вич-Доктора. Клокер без ВВК. Алхимик вырывается на Магнуса. Магнус РП все еще нет. Надо давать, надо давать, надо давать. Но там Баша, Винтерский Орс. Кунка начинает бить собственного тиммейта. Алхимик нажимает ультимейт сам. Теперь убить его будет невероятно трудно. Эбисол, Магнус РП... Не успел. Не успел. Замахнулся, не успел дать. Кунка получает тагер. Никобэби нажимает в блокин бар. Добивают Энви. Энви выкупаться не может. И команда ФП сдается 2-0. 6 секунд, действительно. Спасибо, Форс. Ну я же должен зрителям. Но в патче 7.13. Увеличили на длительность глифа с 5 до 6 секунд. Ну понятно, что когда-то было 5. Но я вот говорю, в 2019 веке что происходит? В 2019 веке. Альянс Победа. Альянс Победа 2-0. Выключаем наши титры. Обсудим финальную игру. И уйдем на паузу. Да что обсуждать-то, собственно. Легкая для Альянс. Хороший драфт. То есть можно было и другим героям выиграть. Не Алхимиком, а Тимбером каким-нибудь. Или Сларком вообще без проблем можно было победить. Но решили ребята сыграть с Алхимиком. С Алхимиком на самом-то деле. Против такого коллектива, мне кажется, достаточно просто действовать. Просто какой-то хаос делаешь на карте. И в это время Алхимик фармит. Ну и, собственно, все на этом. Разор на миде отстоял хорошо. Даже несмотря на то, что два раза его загангали. У Акса было все просто прекрасно в топе. Ну и Ника Бэйби тоже налег к линиям. Вообще никто не мешал. За игру он погиб всего лишь один раз. И то вот в топе, когда это было уже не особо важно. Ладно, у нас следующая игра очень крутая. Это будут NIP против Альянс, кажется. NIP против команды Ликвид, попрошу. Ну, в скобочках Альянс. В скобочках Альянс. Ну, в общем, вы поняли. Вы же сам меня запутали. Нип Ликвид. Мы смотрели за этой игрой еще в рамках квалификации. По-моему, на мажор, либо на дремлигу. В общем, ждем следующий матч. Он должен быть вроде как неплох. Будем на это надеяться. Уходим на паузу. Минуток 20. Может чуть больше. Далеко не уходить.